В России резко сократилось число новых браков, вопреки требованию Путина создавать семьи. Кремль отказался беспокоиться из-за всплеска убийств, совершенных теми, кто вернулся с войны. Эти темы обсудим далее в эфире. Спасибо, что вместе с нами узнаете правду о ситуации в Украине и мире. Ну и обсуждать темы будем с нашей гостью. Это Мария Максакова, оперная певица и бывший депутат Госдумы РФ. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Здравствуйте, я приветствую нашу аудиторию. Давайте начнем с того, что россияне стали реже вступать в брак, несмотря на призывы Путина, создавать семьи, рожать больше детей. Росстат дает данные, которые приводит РТВА, и в 2023 году число новых браков сократилось на 10% по сравнению с предыдущим годом. Как думаете, какие причины ухудшения этой статистики и делает ли что-то власть, кроме призывов Путина, чтобы люди создавали семьи в России? Я думаю, что вообще статистика как таковая, она тоже переврана, потому что все еще хуже, чем вот в этой самой статистике, которую удается вот так вот увидеть в открытом доступе. Дело в том, что они все время создают вот эти фонды мертвых душ, это им нужно для того, чтобы фальсифицировать результаты на так называемых выборах. И поэтому надо говорить об этой яме, вот в данном случае двойной и демографической, и помойной, вот надо говорить в каком ключе. Дело в том, что на душу населения, если так бы вот выразиться, у них должны были бы быть другие несколько показатели, поскольку они являются экспортерами нефтесырья, и это продолжается, как известно, уже очень давно, а конъюнктура довольно-таки, ну, к сожалению, высокая сейчас, например. И надо смотреть на то, что делают страны-добытчики вот так же. Например, можно посмотреть, как действуют Арабские Эмираты, сколько денег получает насчет новорожденный гражданин, какие у него возможности, открыто перед ним государством, куда он может поступить, какие у него перспективы. А вот что касается вот этой самой выгребной или, я уж не знаю, помойной или демографической ямы, которую мы сейчас с вами обсуждаем, то там, по их статистике, якобы 140 миллионов, ну, что-то вроде этого. Я еще раз подчеркну, статистика завышенная, потому что им нужно вот эти самые мертвые души на выборах предъявлять, как проголосовавших каких-то так, ну, на так называемых выборах. А по сути там население приблизительно по показателям, видимо, даже уже не равно, а меньше, чем людей, проживающих на острове Ява. Вот представьте себе на этой огромной, такой, знаете, бесхозной, холодной, мягко говоря, недолюбленной столетиями территорий, очень низкая плотность населения. И в связи с этим ошибочно думать, что вот там, в тех странах, где, соответственно, государство думает о том, как сделать жизнь своим гражданам лучше, как на счет новорожденному сразу положить какую-то большую сумму денег. Я сейчас говорю о других странах, которые также добывают нефть, но, тем не менее, знают, что главная ценность у страны, у государства – это ее народ. Вот этого совершенно нельзя сказать про помойную и демографическую яму, которая образовалась вот на территории этого террористического ныне консорциума под названием «Россия». Поэтому там у них другими методами они воздействовать пытаются. То есть они, когда утилитарно подходят к этим своим гражданам-заложникам, я бы так сказала, как к пищеварительным трактам, и это дает еще некоторые показатели по употреблению вредных продуктов, производимых все теми же олигархами-чиновниками и вот этой вот системой казнократства. Ну, например, пальмовое масло, королем которого считается Володин, или вот это мясо несъедобное компании «Мираторг», которая по каким-то там сообщениям СМИ таким устойчивым прямо-таки принадлежит «Медведеву». Ну, в общем, это они все, конечно, дают на съедение гражданам. У них главная задача, чтобы эти граждане не доживали, у них даже такая формулировка есть – возраст дожития. Не доживали до пенсии. Вот это самая главная задача. И остальное – это, конечно, лицемерие. Ну, кто в этой ситуации там, ну, я не знаю, насколько там могут быть действительно настолько наивные, чтобы хоть какое-то доверие испытывать в такой жуткой стране. То есть это же очень такой чувствительный показатель. Почему люди не хотят создавать семьи, не хотят рожать детей? Потому что они не верят этому государству, которое их обворовало и продолжает обворовывать. Значит, как, по идее, можно или нужно было бы создавать условия для того, чтобы у женщины появилось желание производить на свет вообще кого-то? Для этого, наверное, нужно поощрять не так, как они делают третьего там ребенка, кто вообще добирается до таких показателей, или даже второго. Но и вот что касается семьи, то ее создание, оно, в общем-то, ложится там бременем на эту ячейку, которая уже, видимо, не собирается, так сказать, создаваться. В силу того, что недоверие к государству – это раз. А во-вторых, там просто декриминализация побоев, например. То есть зачем этой женщине все? В ее семье будет в любом случае несправедливость, и ей некуда будет пойти, пожаловаться. Она не сможет добиться справедливости в любом случае. У них побои – это такой аттракцион за 5000 рублей, который можно проводить с завидной регулярностью. Соответственно, первого ребенка они никак не поощряют. Ну и вот результат. И еще и в контексте сказанного мной, если обратить внимание на то, как распоряжаются вот такими заоблачными доходами от высокой конъюнктуры на нефть, другие страны. Вот тут действительно бездна даже, а не яма. Поэтому ничего удивительного в этом нет. Другое дело, что я подчеркну, думаю, что эти показатели даже завышены. Но она, может, действительно эта яма медленно умирает, но, к большому сожалению, она вылезла за свои пределы, вылезла очень мерзко, гадко и сеет горе, сеет смерть в Украине. Поэтому, понимаете, по естественным причинам они бы, конечно, там и сами бы, ну вот, убыли. Но теперь все несколько иначе. Теперь они мало того, что сами подыхают, но теперь они еще пытаются уволочь на тот свет максимально больше других людей, другие угрожают другим странам и непосредственно ведя эту жуткую, отвратительную, преступную войну в Украине. Поэтому нам приходится с вами, видите ли, не довольствоваться темпами их естественной убыли, а все-таки продумывать способы, как добиться того, чтобы эта тюрьма народов, наконец, распалась, чтобы их, вот этой преступной военной машине, не на чем было ездить, чтобы и дальше «Благодатный огонь» сходил на их нефтеперерабатывающие заводы, особенно на башне гидрокрекинга и на переработку первичной нефти. Это очень важно, надо закреплять результаты, надо добиваться того, чтобы путинская преступная экономика, военная и просто людоедская, чтобы она не имела возможности, ну, понимаете, вот употреблять эти самые нефтедоходы, которые, к сожалению, у них все еще достаточно высокие, и, как мы с вами понимаем, они это совершенно не собираются употреблять или тратить на благосостояние своих граждан или заложников, как их лучше назвать, узурпируемых. Напротив, они это все хотят тратить на свою кровожадную преступную войну. Поэтому я, так сказать, с надеждой открываю новости каждое утро, и когда обнаруживаю успехи «Благодатного огня», мне, конечно, очень радостно это наблюдать. И вот жду, что, в конце концов, «Благодатный огонь» сойдет и на Кащееву иглу, на Кириши нефтеворгсинтез. Это будет, я думаю, очень правильно и справедливо. Хотя о справедливости говорить очень сложно в этом контексте. Столько горя посеяно, столько несчастья, столько трагедий, что, я думаю, это вообще несмываемо. Здесь соглашусь с вами, но все же «Благодатный огонь» действительно последние дни практически каждое утро радует. Еще одну тему хочу обсудить о том, что Кремль закрывает глаза и не видит попросту всплеска убийств, которые совершают солдаты, назовем их так, потому что, не будем, в общем, которые возвращаются с войны. Россияне, они приходят, и начинается всплеск насилия со стороны участников так называемой СВО. Это Песков сказал, что не является вообще предметом для беспокойства Кремля. А в российских СМИ при этом все чаще публикуют, что вот солдат пришел с войны, убил там жену, друга, соседа, как зачастую причина, да, это пьянство. Почему власть не хочет этого замечать? Им это нормально? Это вообще для них нерешаемая проблема. Они поэтому так и делают вид, они ее пытаются игнорировать. Просто делают вид, что они ее якобы не видят. Но суть заключается в том, что они ведь в эту орко-армию не назовешь, в это сборище подонков, мародеров, убийц, грабителей, международных преступников, кого набирают всех подряд, в том числе эти достижения кровавого путинского повара по утилизации или, во всяком случае, по высвобождению части вот этих зон, тюрем, для того, чтобы, наверное, туда можно было с большей прытью сажать несогласных, инакомыслящих. Вот они для этого таких, знаете ли, не просто отмороженных преступников, а даже патентованных людоедов отправляли вот на эту, как вы выразились, преступную путинскую войну. Тут нет других слов. И, разумеется, что там происходит, понимаете ли, видимо, обмен опытом. И поэтому деградация неизбежна. То есть всегда, ну, деградация – это такая особенность у всех этих социальных процессов, что, знаете, по-худшему равнение происходит всегда на худшее. То есть инерция, падение как таковое, в том числе нравов – это процесс, который идет быстро, стремительно, я бы так сказала. А что-то развивать или, так сказать, улучшать – это им, в принципе, не свойственно, тем более в разрезе преступной войны. Поэтому там идет повальная деградация. Что они там увидели, до какой степени у них после этого планка падает, какими они вот просто законченными преступниками становятся, не только с точки зрения международного права, а просто, ну вот, понимаете, они все постепенно превращаются в этого патентованного людоеда, вот в прямом смысле слова каннибала, которых, вот каннибала, в которых они отправляли вот туда, в эти самые ряды убийц. Поэтому, вернувшись, они, понимаете ли, как бы не собираются себе отказывать в приобретенных вот этих новых навыках, и более того, они перегреты, потому что там же пропаганда 24 часа орет чернорода. И что самое страшное, да, простите, что перебиваешь, самое страшное, а может и не страшное, что это только начало, потому что возвращается какая-то часть людей, а когда они вернутся все, что же будет тогда? Мария, спасибо большое за то, что присоединились к нашему эфиру. Оперная певица, бывший депутат Госдумы, прекрасная Мария Максакова была с нами на связи. Редактор субтитров А.Семкин